Сегодня 19 июля 2022 года, и ко мне пришла наконец-то долгожданная посылка. Заказ я осуществляла еще, наверное, в марте с орхидеями из интернет-магазина Amazon Orchids, а вообще интернет-магазин называется Чудесные орхидеи. И посмотрите, 27 июня мне отправили посылку, сегодня 19 июля. И я не знаю, что здесь сейчас вообще, это три недели, три недели посылка шла озоном. Я не знаю, что сейчас мы здесь с вами найдем, но давайте распаковывать, что глаза боятся, руки делают. Посмотрите, какая помятая коробка, это какой-то кошмар, как будто бы они дрова везут. Ну что это? Ну что это такое? Коробка в ужасном состоянии. Да, Витильза? Вот так вот. Ой, я даже уже не помню, сколько здесь орхидеи, но здесь их должно быть, по-моему, семь. Так, что тут это не надо. Орхидеи не закреплены в коробке, это очень плохо. Любой доставщик, поставщик и человек, который упаковывает, знает, что орхидеи нужно в коробках вот так прикрепить, чтобы они там не мотылялись. Ой, я даже боюсь, я боюсь даже сколько... Кстати, подарочек даже положили. Подарочек. Так, что у нас тут? Смотрим. Здесь замена была одной орхидеи. Семь микс и одна вот у меня тут фирменная. Азиатка. Будем смотреть. Орхидеи 10 штук. Я не знаю почему, может быть, что-то положили в подарок. Не знаю, посмотрим, потому что... Ой, а кто у нас там балуется? Опа! Кто у нас тут балуется, а? Баловница. Сейчас буду распаковывать орхидейки. Надеюсь, что все будет в порядке. Я достала все свои растения. Сейчас их рассмотрим. Я заказывала семь растений в размере 2,5-3. Цвет сюрприз, потому что это микс. Одно растение было на замену. Я сейчас не вспомню, как оно называется. И одно вот называется Клари 551 пилор, два года. Сейчас будем разбираться, какое тут какое. Тут какие-то пытались вести, но это уже все. Остатки было роскоши. Здесь тоже были какие-то цветы. И, конечно, все цветоносы будут срезаться. Это однозначно. Растения в глубоком стрессе. Я сейчас покажу. Ну, правильно, что они, конечно, засушены. Но, мне кажется, это очень сильно. Это вот прям, смотрите. Это камень. Это камень. Это камень. Конечно, нижние листики отсушил. Мы сейчас их уберем. Ну, я хочу сказать, что растения хотя бы не сопливые. То есть, у нас сегодня 32 градуса. И вчера тоже. Дома, учитывая, что шпарит два кондиционера, 25,2 вот в этой комнате, но в тех комнатах немножко пониже, потому что там кондиционеры шпарят, 41% влажности. Я считаю, что это, ну, так, прям какая-то пограничная история для цветов. 24 максимум для орхидей. И поэтому, конечно, конечно, орхидейкам сейчас станет получше. Чуть-чуть. Ну, вообще, в коробке не было жарко. Они были в газете все упакованы. Даже вот такие вот у нас есть уже потери. Это вот плохо. Это мы сейчас будем выяснять, что да как. Ну, вот это что у нас? Луно-роза. Луно-роза, видимо, из миксов, потому что у меня луно-роза уже есть. Ну, хороший цветок, пусть будет, почему нет. Здесь я не буду показывать все растения, потому что, ну, какой смысл? Ну, это, конечно, очень маленькое растение. И мох в нем, ну, смотрите, что оно прям вот просто мотыляется все. Потому что мох очень сухой. Так, это кто он? Да кто он? Smile World. Ну, я не могу сказать, кто это. Не умею читать по-английски. Надлежащий, скажем так. Еще одна луно-роза. То есть она мне положила две луно-розы. Зачем? Непонятно. Но вообще растение 10 вместо 9. Видимо, одно растение она мне положила. По какой-то причине, не знаю, по какой, лишнее. Видимо, в качестве компенсации за то, что вот какие-то растения, видите, вы смотрите. Вот это вот растение очень плачевный вид имеет. Очень, очень. Это кто ты кто? Вообще не о чем. Оно еще пытается цвести. Ой, господи, что у нас тут? Вот у меня растение, которое требует немедленного вмешательства в его журналист. Жизни, потому что, смотрите, что все обсыпается. Это вот все вот его листья. Смотрите, что. Это что-то невыносимо страшное. Конечно, нужно сейчас будет проверять, что у растения происходит внутри. Ничего никаких опознавательных знаков нет. Что мы здесь имеем? Здесь мы имеем микефаер. Он цвел. Понятно, что у него все вот это вот отвалилось. Как он будет свести в таких условиях? Конечно, никак. Ой, друзья мои, я сейчас, конечно, очень расстроена, потому что растения в очень сухом состоянии. В очень сухом состоянии. И мы сейчас будем их спасать. Ну, все то же самое. Вархарай тоже прислали растения очень сухие и ничего не отошли. Азиаты, они живучие, я так поняла. Так что, будем сейчас их... Вот тут какая-то паутина. Смотрите. Видите, паутина. Это был паучок какой-то, что ли? Боже мой. Ладно, сейчас будем еще дабл фейсом обрабатывать всю эту историю. Так, здесь что мы имеем? Здесь у нас калорий 551, их два, да? Зачем одинаковые класть в миксе? Я не знаю. В миксе желательно, конечно, разные ложить. А вот это, похоже, горшок знаменитый 3 дюйма. Я не знаю. Я никогда такие горшки не получала. Ну, вот, посмотрим, что это. Делом я просто обрызгала цветочки чистенькой водичкой, без ничего. Ну что, сейчас я найду свой заказ. Сайт называется Чудесные Орхидеи. Заказы. Просмотр. И смотрим. Я заказывала пинк леопард, который отсутствует. Я заказала вот этот клавер. Есть. И заказала 7 орхидей, которые микс. И какого числа заказ? Смотрим. 9.04.2022 года. Теперь вот в личных переговорах хозяйка этого сайта, Евгения, я ее попросила заменить пинк леопард, который отсутствует. Вот на такой орхидеи. Фри. А. Фаер. Е. 2,5 пилорик. И так. Микифайр я. Вот она-то. Пыталась даже цвести. Замена моя. И та орхидейка, которую я заказала первоначально. Вот она. Все, орхидеи все в порядке, все в наличии. Ну, теперь начинаем их отпаивать. Я их пропрыскала, теперь будем их паить. Чем я буду их немножечко подпаивать? Я их буду подпаивать антистрессом. Стимул, скорее всего. Ну, вот такая куча листиков отвалилась, причем сама собой практически у меня со всех этих орхидеек. И сейчас прошло несколько часов, я буду их поливать стимулом, антистрессом. Я уже надрезала. У меня здесь литр теплой воды. Как я буду это делать? Я в контейнере разместила вот этих красавиц. Как смогла. А не падают, не валяшки такие. Ну, потому что еще не напитанные. У них мох сухой, легкий. Каждый контейнер я налью на дно водички. Буквально сантиметрик. Я сейчас покажу только совсем чуть-чуть, чтобы девочки напились. Так, с этой все. Вперед. Теперь сюда. Водичка очень тепленькая. Так, вот сюда чуть-чуть побольше, потому что четыре орхидеи. И вот сюда. Цветонусы надо все срезать, конечно. Сейчас чуть-чуть мы их отпоем, потом уже начнем какие-то тесты свершить. Все. А вот эта красотка, вот эта вот красотка, она не наказана. Мне тоже дадим водички. Но отдельно от всех, потому что у орхидеи вот что-то там с шейкой. И мне это не нравится. Сейчас мы ее напоим. Я ее напою. Прямо я даже думала, может быть сразу фунгицидами ее напоить. Ну нет, конечно. Сейчас я ее напою за стрессом чуть-чуть отдельно от всех. И с ней будем какие-то манипуляции сразу делать. Потому что орхидеи прямо очень неважно себя чувствуют. И мне это не нравится. Я нашла вот такой широкий стаканчик, в который я сейчас нагнула немножко водички. Прямо совсем чуть-чуть. И вот орхидеи мы только чуть-чуть попоим. Прямо вот миллиметр. Видите, сколько водички я ее? Больше я не буду наливать. И мы сюда с вами поставим орхидея. Все, вот так вот. Покажу. Чуть-чуть. Потом посмотрим, что будем делать. Она будет отдельно пить. Мне не нравится, что у нее вот такая швея нехорошая. Ну, цветоносики я прямо сейчас сразу ее отрежу. Смысл задержать. Они уже все упущены. Пока так. Коротко обрезала. Ну, пусть так пока. Туда же в ту же кучу. На выброс. Все, орхидеичка пока вот так постоит. С ней вообще аккуратно. Надо быть вдвойне. Ну, что мои красоточки. Ой, боже, они даже не пьют. Они даже пить не могут. Потому что у них мух там просто супер сухой. Ничего, ничего, ничего. Отойдут. Отойдут. Все, оставляем их в покоях. Еще вот. Надо бы отстричь. Вот такие вот цветоносы. Вот они мне зачем здесь. Я их себе беру. Ну, вот как-то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok